Здравствуйте! Более 200 столкновений за несколько дней. Таков результат смены погодных условий, а точнее готовности водителей к новому сезону. Десятки столкновений в день. Картина привычная при смене сезона. Кто-то из водителей не успел поменять резину на своем авто, другие при движении просто не справились со сложными погодными условиями. Скажите, как так получилось-то? Гололед! Двигались осторожно, но столкновения все равно избежать не удалось, рассказывают участники аварии, которая произошла в Заречье по дороге на Ирдоматку. Медленно. Ехали? Медленно очень быстро шло. И у него повезло, и у тебя колеса, и у тебя остановился. То есть заднюю часть нашего автомобиля, да? Да, да. Да, так и делаю. Но вы как считаете, это, наверное, дорожные условия? От столкновений по причине погодных условий не застрахованы как опытные, так и начинающие водители. Но последним сотрудники ГИБДД рекомендуют быть особенно внимательными, так как новички подчас не обладают навыками вождения в таких условиях. При сильной непогоде им советуют вообще воздержаться от поездок на автомобиле. Но и всем автолюбителям сейчас необходимо соблюдать ПДД и стараться не совершать резких маневров. А расскажите, какие меры предосторожности вообще вы принимаете, чтобы избежать ДТП? Ну, во-первых, я поменял летнюю резину на зимнюю, когда еще был первый звоночек, первый снег. Но многие люди не решили этого сделать, поэтому мне в воскресенье въехали в задний бампер на летней резине паре на Volkswagen. Вот. Ну и самое главное, сейчас быстро не ездить, держать дистанцию. Действия пешеходов, на ваш взгляд, вот в такую погоду, правильно? Они всегда смотрят перед тем, как выйти на проезжую часть или... Многие вот так вот как-то халатно идут, не знаю, может быть, из-за того, что они сами машину не водят и не могут представить, что она даже не остановится, даже если захочет водитель. Вот. Поэтому они как-то выбегают так резко, даже не посмотрят, успеешь ты там остановиться, не успеешь. Вот. А на гололёде даже шипы не всегда могут помочь. Пешеходам стоит прислушаться к мнению водителя и учесть, мгновенно действительно невозможно остановить автомобиль. Поэтому при переходе дороги важно убедиться, что вас пропускают, не выскакивать внезапно на проезжую часть и не отвлекаться при переходе дороги. Вы идёте, у вас телефон вот находится здесь. При переходе через проезжую часть нужно соблюдать какие-то меры безопасности. Ведь пешеходный переход – это всего лишь место, где можно перейти дорогу. А своей безопасности-то вы должны заботиться. Сотрудники ГИБДД напоминают, особенно опасными считаются дорожные покрытия при съезде с мостов и эстакад, а также на поворотах и открытых участках дорог. А пик аварий приходится в основном на утренние и вечерние часы, когда на улице темно. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. На этом всё. Увидимся во вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова